Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня на моем канале... Карина Аракелян! Всем привет, ребята! Сегодня вместе с Кариной мы будем снимать видео «Правда или действие». Но выбирать нам задание «Правду или действие» будете именно вы. Вот здесь вот с Кариной у нас стоит такая коробочка, где по пять бумажек с правдой, по пять бумажек с действием. Мы будем сейчас поочередно выбирать эти бумажки. И дальше, после того, как ты ее выберешь, например, вот эту бумажку, здесь будет написано «Правда», ты должна будешь назвать любую цифру от одного до десяти. И я, заходя в мой инстаграм, буду смотреть задание от подписчиков под этой цифрой, которую ты назовешь. И тебе, собственно, выбирать задание под этой цифрой. Обязательно подписывайтесь на мой канал, обязательно подписывайтесь на канал Карины. Ссылка будет в описании и в первом комментарии. И, конечно же, включать в себя уведомление, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Поехали! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Что ж, давай на цуэфа, как обычно? Да. Цуэфа вам. Все. Не повезло. Где листочек? Правда. Так, и цифра? Давай будет восемь. Правда восемь. Окей, погнали. Я уже в предвкушении, потому что страшно. Потому что мне на канал мы снимали сейчас тоже «Правда или действие», только там задания были заранее придуманы, и там было, ну, неловко. И жаришка была тоже. Тебе достался очень простой вопрос, потому что это единственная восьмерка. Твой любимый актер? Я уже говорила, это Джим Керри. Я его обожаю, он очень веселый, очень активный. Я смотрю фильмы с его участием очень давно, с самого детства. Я помню, как мне даже тетя задала вопрос, «Карин, а ты бы хотела на нем пожениться?» Я такая, да, я в детстве говорила, что да, конечно, я его очень люблю. Напишите в комментариях о том, какой мужчина-актер вам нравится больше всего. Или певец. В общем, за кого из знаменитых дядек вы бы хотели замуж? Я, кажется, уже знаю самые популярные ответы. Это те самые семь парнишек из Кореи. Но все равно пишите в комментариях, будет интересно почитать, кто из мужчин вам нравится. Прямо больше всего. А тем временем, дальше я пошла тянуть. И у меня... Знаете, что это? Это моя старая ненужная косметика. И знаете, почему она видит цифры 11? Потому что это моя напоминалка. Но теперь еще и ваша. Я очень боялась пропустить главную распродажу года на Алиэкспресс. И выложила дату из ненужной косметики. Кстати говоря, а как часто вы обновляете свои вещи? Свой гардероб или свой бьюти-арсенал? Я вот как раз вернулась с новинками, поэтому теперь я буду пользоваться моими новыми кисточками и моей новой косметикой. Чтобы вы тоже могли обновиться, я расскажу вам о самой крупной распродаже. 11.11 на Алиэкспресс. Более миллиона товаров со скидкой до 70%. Самое время обновить свои вещи, не так ли? Так что это старье мне уже не пригодится. Уф, как приятно избавиться от старого хлама и обновиться. Ты можешь найти абсолютно все, что тебе нужно. Можно найти все, что тебе нужно на Алиэкспресс в это время со скидкой до 70%. Я, кстати, оставлю вам ссылку, чтобы вы сами могли посмотреть, что там есть. А есть там все. А платить это ты можешь в день распродажи уже с огромными скидками. Кстати говоря, я как раз недавно заказала вот эту вот электрическую зубную щетку с Алиэкспресс. Смотрите. А еще у меня для вас есть топовый промокод ALISALE10. Вы получите скидку 10% при покупке от 100 долларов. Обязательно воспользуйся им. А ссылку на скачивание Алиэкспресс я оставлю в описании. Хорошего вам обновления. Действие. Я выберу цифру 6. По кукарекой на улице так громко, на сколько ты сможешь? Что вы придумываете? Зачем делать из меня курицу? Задание и задание придется выполнять. Я не знаю вообще почему я делаю это, но... КУДАХ-ТАХ-ТАХ-ТАХ-ТАХ! КО-КО-КО-КО-КО-КО! КУКАРЕКУ! КУКАРЕКУ! КУДАХ! КУКАРЕКУ! Карина, я кукарекаю на тебя. КУКАРЕКУ! КУКАРЕКУ! КУДАХ-КУДАХ! КУДАХ! Действие? Цифра 1. Опять нам тут Андрей пишет задание спеть песенку. Нет, Андрей! Извини, Карина, но это единственное задание, которое здесь было, и оно звучит так Лизни подмышку олигарха Это как? Как это будет происходить? Объясните мне, пожалуйста Ну так как олигарха, у нас в этой комнате нет, тебе придется лизнуть подмышку, Андрей Но я не могу этого сделать, я не буду это делать, вы совсем Давай плечо, пожалуйста, давай плечо Я не хочу подмышку Тогда спрашивай своих подписчиков, скажи, что тебе выпало такое задание И вот если они сжалятся над тобой, то лизнешь плечо, если нет, то извини Хорошо, договорились Посмотрим, как сильно подписчики любят Карину Ребятки, мне выпало задание лизнуть подмышку, пожалуйста Если вы проголосуете, что мне нужно будет лизнуть плечо, а не подмышку, то мне придется лизнуть плечо Пожалуйста, пожалейте меня, голосуйте за плечо, я вас очень прошу Ой, боже мой, так окей Итак, 53% проголосовало за плечо и 47% за подмышку Ребята, те, которые проголосовали за подмышку, я на вас обиделась Так неправильно, так нельзя делать А мне это сделали специально Окей, я могу выполнять задание Я выполнила задание Очень круто Это было горячо Это капец Тебе понравилось? Мне невероятно, знаете, такие ощущения я испытываю впервые в жизни, а ничего подобного я больше ничего не искал Ой, боже мой Моя часть настала Мне не придется лизать ничьи части Я очень надеюсь, что Черт, действие выпало Опять действие Девять Окей, договорились Внезапно закричи на ухо незнакомцу Да почему у нас все задания такие странные? Это страшно, ну давай тебя можно будет пожалеть просто пройти и как-то заорать, чтобы... На людей Типа да, типа чего, типа с ней все нормально, но не подойти же и вы позорать, мне кажется, тебя там и забьют сразу Следующее мое задание это просто идти и орать И если вы думаете, что здесь нет людей, нет, они есть, они смотрят прямо сейчас на меня, мне неловко, там какой-то дядька на меня смотрит Карина говорит, что охранник в крайне сними удивление Если я уехал, где мне не удивление Следующий листочек, правда Ой, повезло тебе, повезло Очень повезло, цифра 3 Очень много вариантов на троечку, сейчас у тебя на это поинтереснее Ты смотрела фильмы для взрослых? Я? Да. Расскажи. Имеется в виду прямо те самые фильмы для взрослых. Естественно, мне кажется, у любого человека это было ради интереса, даже зайти на сайт, посмотреть, что за бред происходит. Это даже не стыдно. А пиши то видео, от которого ты охерела. Там, собственно говоря, были всякие неприличные позы, неприличные части тела. И девушка стояла спиной к молодому человеку. Я думала, что многие поняли уже эту отвратительную позу. Теперь вы знаете, что не нравится Карине, что это отвратительное. Вы все знаете теперь. Но тебе повезло, что ты столкнулась, так сказать, с мужчиной и девушкой, а не с вариацией. Я такая, позже, Моль, где я учусь? Следующий листочек действия. Я выбираю цифру 6. Тебе повезло, что у тебя нет челки, потому что одно из заданий – отрезать свою челку. Было задание съесть лимон, но без цифры. Я его уже ела. Да, это уже ела. Эй, что происходит? Неадекватно. Что происходит? Она реально одни и те же вопросы задает, и мы уже листаем целую минуту. Серьезно? Нет, это серьезно? Из-за этой девочки? А, вот, пошло что-то новое. Хоть кто-то, хоть кто-то. Кто-то прорвался, но нет. Сделай пять отжиманий. Окей, договорились. Мы наконец-то это нашли, но я не представляю, как мы дальше искать действия, учитывая, что там просто один съешь целый лайн. Это шлопа. Я не представляю, как она должна была долго сидеть и отправлять, копировать, вставлять, копировать, вставлять. Мы с собой листали сейчас пять минут. Мы реально пять минут листали. Это неадекватно, ребят, это неадекватно. Не надо так. Так как я не особо умею делать отжимания и отжимаюсь очень редко, а в последний раз я отжимала где-то ну года три-четыре назад, я попробую сделать вот так. Я встану на колени и попробую отжаться вот так. Раз, два, три, три, четыре, пять. Как тебе ощущения? Обычные ощущения. То есть ты не испытала шока? Я не испытала шока, но просто я не особо сильная, так что один раз на меня эту ложку. Один раз, как говорится, так не говорится. Садьте глазки. У меня в голове только одна фраза. Съесть лайм. Итак. Правда. Правда пусть будет семь. Уже страшно, вдруг кто-то так же спамить начнет. Твой любимый напиток? Очень-очень-очень легкий вопрос. Очень-очень легкий вопрос, и он прям вот в самом пиздец. В начале. В начале, да. Это не лайм, это... А какой кофе ты любишь? Я люблю весь кофе. Особенно я люблю американо, обычный с малиновым сиропом, просто вообще обожаю. Я обожаю капучино. С чем? Вообще, я, например, в Старбаксе беру на кокосовом молоке со взбитыми сливками. Это очень вкусно. Это очень вкусно, да. Я тоже люблю кофе, но американо я вот прям терпеть не могу. Вот это. У нас осталось по одному вопросу. Итак, что у тебя, Карина? Правда! И у меня тоже правда. Я выбираю цифру один. Ну, я выбираю тогда цифру два. Один ты вызвала? Один, да. Сколько было бывших парней? Ну, вопрос на самом деле ловкий. Два. Два бывших парня. Два бывших парня у меня было. Есть один настоящий. Ага. Ага. А вот и два. Самое любимое место из тех, в которых ты была. Мне больше всего понравилось Токио. В Токио было офигенно. И я... А ты не только там была? Нет, к сожалению, только 12 дней, потому что настолько визу дали. Но понравилось, да? Очень понравилось. И сейчас мы летим на две недели. Совсем скоро. Очень круто. Будет оттуда много. Там очень круто. Все тоже надо в Тобе. И красиво. Что ж, я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, 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 класки, пальцы вверх. Как угодно. Подписывайтесь на канал Карины. Подписывайтесь на мой канал Тык. И не забывайте себе включать уведомления о публикациях. Чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. Спасибо всем, кто участвовал в этом видео. Всех люблю, всех целую. И всем пока-пока. До новых встреч.